Тем временем у немецкой контрразведки появились доказательства того, что исламские радикалы пытаются вербовать пребывающих в ФРГ беженцев-мусульман. Действуют они под видом благотворительных организаций. Однако главная цель воспрепятствовать интеграции в европейское общество. Особую опасность, по данным германских спецслужб, представляют салафиты, сторонники крайне радикального ислама. В стране их официально зарегистрировано несколько тысяч и за всеми установлено наблюдение. По мнению экспертов, угроза терроризма как никогда реально на фоне потока беженцев. Причем это будет проблемой не только государств Западной Европы, но и других стран, в том числе России. Тему продолжит Александра Черепнина. Страшные свидетельства устами ребенка. Откровение бывшего пленника на сайте иранского телеканала Пресс-ТВ. Мальчику по имени Фахми удалось бежать из тренировочного лагеря террористов. Они заставляли меня во время учений бросаться на грузовик, как смертника. Боевики говорили мне, иди умри, небеса ждут тебя. Я хотел бы спросить их, если небо там, почему они не идут туда сами? Почему мы? Он бежал, но другие остались. Как сегодня заявили представители Демократической партии Курдистана, на севере Ирака, в Масуле, похищены около 130 детей. Все они старше 15-ти. Что обычно происходит с ними дальше, известно. Методы воспитания на показ. Боевики группировки «Исламское государство» выкладывают видео в сеть. Обучение силой. Бьют кулаками, пинают в живот. Так, что кто-то отлетает назад. Реакция тех, кто наблюдает, показательно улыбаются. Вопиющую жестокость прививают на тренировках. Закрепляют на деле, когда детскими руками совершаются казни, чтобы привыкали убивать. Именно дети все чаще пополняют ряды террористов, которые для этого еще и вербуют родителей. Сегодня тревогу пьют, к примеру, власти Киргизии. Только по предварительным подсчетам, в стране сейчас около 2000 граждан, сторонников-экстремистов. Они готовы ехать воевать нередко всей семьей. Из всех выявших граждан 122, это составляет на сегодняшний день женщины. Если вы помните, эта цифра очень маленькая была на сегодняшний день. 122 женщин находятся в зонах боевых действий. Из них 83 дети. И выявлено 63 факта, где выехали в составе семьи. Что же касается Европы, то тут на руку террористам миграционный кризис. И дело не только в том, что границу они легко могут пересечь под видом беженцев. Те, кто действительно бежал от войны в надежде начать в европейских странах новую жизнь, по мнению многих экспертов, потенциально тоже представляют опасность. Когда люди живут в такой нищете, бедноте, кругом болезни, беспросветно, нет никаких шансов на получение нормальной работы. Есть только одна мечта – получить социальное пособие. Но всего этого они будут добиваться в страшных унижениях и мучениях. И здесь-то вербовщики найдут для себя новых сторонников обязательно. Вместе с этим потоком беженцев в Европу придет с новой силой угроза терроризма. Как пишет британская Сандэ-экспресс со ссылкой на одного из агентов группировки «Исламское государство», европейскую границу под видом мигрантов уже пересекли более 4000 боевиков. Все это, по данным источника, часть тайной операции, которую экстремисты готовят на территории ЕС. Некоторые их планы сорвала британская контрразведка. Об этом сообщает другое издание Великобритании «Дейли-экспресс». В стране в этом году планировалось как минимум шесть терактов. Один из них в Лондоне во время торжеств по случаю окончания Второй мировой войны. Обеспечивать антитеррористическую безопасность только силами спецслужб в Европе, по всей видимости, дальше может быть сложнее. Обнаружить среди беженцев боевиков – все равно, что искать иголку в стоге сена. Эксперты уверены, выявлять экстремистов и бороться с ними нужно на их территории. При этом европейские политики предлагают подумать и над тем, как остановить вооруженные конфликты в странах Ближнего Востока, чтобы снизить поток мигрантов. Решать проблемы на языке дипломатии предложил министр иностранных дел Франции Лоран Фобиус. По его мнению, сирийский кризис можно было бы урегулировать, сформировав там переходное правительство. Мы не собираемся вести войну против Башара Асада и направлять войска. Мы боремся с ИГИЛом, но отстранение Асада не выход. Достижение политического решения – это сложный, длительный и полный противоречий процесс. Но мы работаем вместе с арабскими странами – США, Россией и Ираном. Это и называется дипломатией. Миграционные кризисы, как следствие новой угрозы террористических атак, результат военной помощи сирийским повстанцам и военного вмешательства во внутренние дела Ливии и Ирака. Проблемы, с которыми Европа, похоже, останется один на один. Америка, продолжая занимать в Сирии сторону оппозиционеров, четко обрисовала границы своей помощи для беженцев. Принять она готова около двух тысяч мигрантов, не больше.